Мать! В прошлом году, предыдущие годы, многие граждане говорили о том, что хотели бы иметь возможность получать из материнского капитала наличные средства на нужды семьи. Такой возможности не было. И очень отрадно, что это в первую очередь будет поддержка мамы, которая до полутора лет практически не работает. И она будет как определенная поддержка вот эти средства получать. Выплаты носят заявительный характер. Обратиться можно в пенсионный фонд по месту жительства, либо в МФЦ. Помимо основных документов, семьи должны предоставить информацию о доходах за последние 12 месяцев. Не останутся без внимания и семьи, у которых в этом году появился первенец. В 2018 году она будет составлять 8958 рублей. Это установленный прожиточный минимум за второй квартал 2017 года для детей. Большое количество различных мер соцподдержки, но именно вот такая выплата, это вот введена впервые по всей Российской Федерации. Эти средства будут выделены из федерального бюджета. Меры по поддержке рождаемости предусмотрены по инициативе президента Владимира Путина. Право на получение выплаты имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории страны. Ограничения по доходам также не более 13 900 рублей на человека. Изменения уже коснулись и оренбургских пенсионеров. С 1 января состоялась индексация на 3,7%. Средняя пенсия по области 12 507 рублей. Изменения коснутся и автомобилистов. В настоящее время рассматривается законопроект об увеличении штрафов, например, за тонировку. Предположительно, он будет составлять 1500 рублей. А вот в дворах, возможно, появятся специальные знаки зоны успокоенного движения. Они предоставят преимущество пешеходам. Что же касается технической сферы. В 2018 году в России отключат аналоговое телевидение. Об этом заявил министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров. В этом случае людям придется подключать кабельное или спутниковое телевидение. Или же покупать приставку для приема цифрового сигнала. Алина Волохова, Игорь Бероев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова